О том, что из себя представляет Херсонес Таврический, эти туристы прежде знали совсем немного, а сейчас сами ступают по земле, где когда-то жили древние греки. Экскурсию по музею-заповеднику научные сотрудники проводят для гостей из Китая, знакомят делегацию с одной из визитных карточек Севастополя. В период Византийской империи здесь была официальная религия христианства. В составе группы китайские деятели культуры и искусства предпринимателей, при этом они их блогеры, популярные как в своей стране, так и за её пределами. Сюй Цзюнь – автор публицистических материалов на тему политики и экономики военного дела. Что по приезде домой напишет о Севастополе, уже знает. «Когда я ехал сюда, я знал, что Севастополь – это база военно-морского флота. Поэтому представлял, что здесь всё будет связано с армией. Но когда я приехал, сразу же понял – в городе много всего другого, не менее интересного. Потому писать, конечно, буду и об истории, и о людях». Большое путешествие началось 3 сентября. Не случайно – это дата окончания Второй мировой. На Крымский полуостров гости добирались по так называемому сухопутному коридору через Мариуполь. Там встретились с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, а также побывали в разрушенном украинскими войсками драмтеатре, на балконе которого певица Ван Фан сняла видеоролик. Она исполнила песню «Катюша» в знак поддержки и солидарности с Россией. «Катюша» — это лишь песня. «Катюша» В ан Сан- Kartette. «Катюша» — это всего лишь песня «С Toyisol». «Катюша» — это земля geорр dishesham танциками. «Катюша» — это красивый песня. «Катюша» — этоstillонди. «Кат hadst dementia» и своим Chopin' béverворворвор bullying! «Я простая певица. Вряд ли я чем-то могу помочь народу Донбасса. Но я знаю, что в годы Великой Отечественной войны, когда ваш народ сражался с фашистской Германией, многие певцы своим голосом помогали бойцам, своими песнями поднимали дух. Исполняя именно Катюшу, я хотела оказать вам свою поддержку, чтобы вы выдержали и добились мира». Гости из Поднебесной побывали и в Симферополе, и в Ливадийском дворце. В Севастополь прибыли накануне вечером. Перед тем, как попасть в Херсонес, посетили обзорную экскурсию по центру города, а также Севастопольский госуниверситет, где встретились с заместителем губернатора Игорем Михеевым и ректором Владимиром Нечаевым. Далее делегации отправятся на 35-ю береговую батарею, затем на одну из агрофирм. «Я приехал, чтобы все увидеть своими глазами, узнать, как обстоят дела на Крымском полуострове и, возможно, даже чем-то помочь развитию туризма. По роду своей деятельности я занимаюсь информационными интернет-технологиями. Мне это интересно. Кроме того, я предприниматель. Мне хотелось бы посмотреть, в каких направлениях можно работать с Крымом. Мне кажется, что ваши туристические организации должны задуматься над введением агитационной рекламной кампании в Китае, рассчитанной на граждан нашей страны». По итогам визита представители Китая проведут большую пресс-конференцию в Москве, где поделятся впечатлениями и планами по сотрудничеству с российскими регионами. И это, уверены гости, станет важнейшим шагом к прорыву информационной блокады. Анастасия Синица, Андрей Тымчук. Новости Севастополя.